Вы смотрите отзыв об отеле Marina, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам Блэто Уэлл, который был в нем в 2011 году. Тихая гавань. Отличный отдых в Тихой гавани вне сезона, вблизи от всех приморских городков Словении и недалеко от Италии. Расположение. Отель находится в городке Изола, бывшей рыбацкой деревне, островке венецианской готической архитектуры, Тихой гавани с большим количеством яхт. Прямо напротив отеля, причал, от которого отходит паром в Венеции. Изола означает остров, когда-то городок, окруженный крепостной стеной с башнями, действительно располагался на острове и с материком его соединял большой каменный мост. Но в начале 19 века стена была разобрана, а ее материал использован для засыпки канала, соединившего остров и континент. Место очаровательное. Узкие средневековые улочки, очаровательные домики село Красной Черепицей, красивая набережная со стоянкой яхт, множество магазинчиков, ресторанов и кафе. В городе есть туристический инфоцентр, там можно получить информацию, англ, нем, итал. Языки, когда ехать до близлежащих городков, до итальянского Триеста, какие есть экскурсии. Есть турагентство, там можно взять экскурсии куда угодно. Но только групповые начинаются не ранее 25 июня. Мы брали индивидуальную в пещеру, постойную яму и замок предтвердый знак Ямский град. Но потом поняли, что проще и экономнее заказать такси туда-обратно куда угодно, а осматривать достопримечательности самим. Так мы посмотрели Порт-Арош, Пиран, Капер 7-10 километров, Триест, 35 километров, и даже съездили на Катамаране в Ленице и Ю, 3 часа путь в одну сторону. Такси-дорога, автобусы недорогие. Шопинг лучше в Капере и Триесте, так как в Изоле магазинов немного. Супермаркет в трех минутах от отеля, также есть гипермаркет Спар недалеко от Симонов-Весок. Банкоматов несколько, на набережной Уинфо Цейонтра, на площади у автобусной станции, также в Спаре и в больнице. Территория. Отель стоит на площади, как таковой территории у него нет, рядом в двух шагах. Дворец Бесен-Гидельи, Уги 18 века, здание дворца Монсеоли 15 века, в пяти минутах ходьбы, колокольня церкви СВ. Мавра 16 века, расположенная в оконечности бывшего острова, архитектурный символ Золы. Вид из ресторана-отеля, через зеленый садик на гавань. Интернет бесплатный, но ловится хорошо только на ресепшн и на втором и третьем этаже в номерах с террасой. Есть сауна, тайский массаж, спа-процедуры, ограниченная колва. Номер. Номеры разные, с индивидуальным кондиционером, есть довольно маленькие, с окнами во двор или на соседнее здание, есть с видом на площадь и причал. Мы были в супериорномере с большой террасой и видом на причал, и стоянку яхт. В ванной комнате была ванна и биде, очень удобно. В комнате кровать, раскладной диванчик, ТВ, несколько каналов на Ангу, Нем, ФР, Питал. Мини-бар в мини-холодильнике, письменный стол, маленький круглый столик с двумя стульями, скамейка для сушки одежды. Помещается одна переносная детская кроватка. Шкаф-гардероб неудобный, мало полок. Есть сейф, бесплатно. Нет гладильной доски, можно спросить на ресепшн. Нет чайника в баре, нальют кипяток в любое время. На террасе стол со стульями и два шезлонга с матрасами. Кровать в номере удобная, двуспальная. На диванчике можно разместить ребенка или некрупного взрослого. Но в номерах стандарт все гораздо скромнее. Уборка хорошая, белье меняли часто. Есть услуги прачечной, нам все отлично отстирали и погладили. Сервис, отличный сервис. Ресепшн просто зайки и девочки и мальчики, все мультиязычные, английский, немецкий, итальянский, славянский, даже испанский. Понятно, что без русского учите языки, соотечественники. Очень доброжелательные сотрудники. Правда иногда подкрунивают над гостями, ну да ладно, всегда готовы все рассказать и помочь. У нас пару раз, как обычно в европейских отелях, что-нибудь ломалось, просили починить, сразу не делали, пришлось напомнить, но в целом все делали, что не просили. Очень довольны услугами такси, к ней рекомендовали на ресепшн. Вообще в изоле две или три службы такси и все хорошее, нас возили регулярно и в конце концов уже подружились с родителем. Питание. Завтрак нормальный, стандартный, кофе из автомата, если не нравится, можно в баре попросить налить из другого, там вкуснее, круассаны, сосиски, омлет или глазунья, сыр, колбаса, хлеб, булки, немного овощей, все скромно и однообразно. Очень приятный ресторан с уличной террасой. Полупансион брать нет смысла, так как вокруг полно ресторанов, но в нашем были, пожалуй, вкуснее всего кальмара и паста, и порции очень большие. Кухня везде европейская, итальянская. Все чисто, аккуратно. Заказывали еду в номер, скидка для гостей отеля 15%. Все приносит минут через 20-30, можно и с вином, но заказ лучше делать, обратившись непосредственно к юноше-официанту. Он все спрашивает, в каком виде, что приготовить и как подать. Пляж и море. Вы за Леной считали 4 пляжа. Частных нет. Два из них в 5 минутах направо от отеля, возле маяка, просто полежать на камнях. И еще один чуть дальше, с лесенкой, маленькими бассейнами, деревянными лежаками, мало штук 8 душем. Везде крупные камни и далька. Без тапочек не обойтись, можно порезаться. Вода чистейшая, у маяка мелко. Еще есть пляж в Симоновом заливе, рядом с одноименным отелем, там тоже асфальт, камни, лесенка спускается в море, нам не понравилось, почти всегда волны большие. И еще пляж чуть правее от Симонов ресорт, с лежаками напрокат, довольно мелко, можно вообще на лавочке под деревом лежать, есть буйки, рядом кафе и туалеты. В общем, место не для купания, не для пляжного отдыха, но нам понравилось, море было теплым плюс 22, даже если воздух остывал до плюс 18. В Гальке тоже много плюсов, никакого песка на зубах и обуви, чистое дно и прозрачная вода. За пляжным отдыхом, лучше в Порторож, но там скучно. Развлечения и спорт. Вообще изола считается центром яхтинга и рентсерфинга. Яхт много, серферов не видели ни сезон. Прокат велосипедов очень популярен, есть с детскими креслами, координаты дают на ресепшн. Никаких особых развлечений в городке не видели, кроме концертов в музыкальной школе и пения в церкви. Дети. Отель никаких специальных развлечений для детей не имеет, но сотрудники очень внимательные, ко всем детишкам добры, приветливы, помогают советами, можно попросить организовать няню на пару часов. В отеле Симонов Ресорт вроде есть какая-то анимация и для детей в том числе. Отдых нам очень понравился, удобный комфортный отель, отличное место для того, чтобы посмотреть Словению и ближайшую Италию. Вот и здесь. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok